Ошибка на сотни миллионов тенге. Предприниматель из Ахмалинской области может лишиться фермерского хозяйства. Причиной стала оплошность государственного органа. Это доказал и суд, но есть нюансы. Разобрался и расскажет Ренат Абдулкаюмов. В 50 километрах от столицы Баужан Аклбек попытался осуществить свою детскую мечту – открыть фермерское хозяйство. Три года назад взял в аренду 300 гектаров земли, обработал ее, а дальше дело пошло в гору. Засеял участок многолетними травами, построил животноводческую базу, закупил сельхозтехнику и завез лошадей. Вложил в свое детище миллионы тенге и уймусил. Но это было лишь началом. В планах открыть молочно-товарную ферму. Когда показалось, что все самое трудное уже позади, пришла повестка в суд. Департамент управления земельными ресурсами подал иск – земля выдана незаконно. Что интересно, по решению первой инстанции, я потерял землю, готовый бизнес. То, что вложил в этот бизнес более 200 миллионов, не считая кредитов, не считая долгов, которые понахматался, честно скажем, «Все я это теряю по вине Акима». И при этом сам Аким просто получает за это выговор. Понимаете? Просто выговор, что, дескать, в следующий раз такую ошибку не допускайте. Оплошность отдела земельных отношений Целиноградского района и Акимата-Уразакского сельского округа очевидна. Как и то, что между местной властью и населением нет связи в формате слышащее государство. Об этом само по себе говорит обращение местных жителей в Департамент по управлению земельными ресурсами с просьбой разобраться. После началась проверка. Был нарушен порядок предоставления земельного участка. Согласования не было по площади земельного участка с местным сообществом. Состав земельной комиссии был нарушен. Не было порядки утвержден землестроительный проект. Во-первых, СПК «Даламит» не являлся организатором данного тендера по реализации земельных участков. Он был всего лишь участником. Все выявленные замечания носят процедурный характер. Что значит процедурный? Это означает, что юридически они не должны быть основанием отмены самих торгов. И, по сути, основанием изъятия земельных участков. Тем не менее, департамент по управлению земельными ресурсами стоит на своем. Землю другой госорган выдал незаконно. И поэтому ее надо вернуть. Звучит пугающе. Особенно для предпринимателя, который работает уже три года. Сгущает краски другое. Подобные нарушения стали едва ли не нормой. Точно по цифре я вам сейчас не могу сказать, сколько именно нарушений. Но данные нарушения совершаются на местах, акиматами, при принятии решения о предоставлении земельных участков. Пщерб несет предприниматель, да? Это всегда так происходит? Да, это действительно так происходит на местах. За свою ошибку ни представители отдела земельных отношений, ни акимат ощутимого наказания в виде штрафа или ареста, вероятно, не получат. А это значит, что подобное легко может повториться. К сожалению, предприниматель даже не может рассчитывать на компенсацию, отметил адвокат. Первая инстанция этого не учла. Поэтому вся надежда теперь уже на областной суд, который состоится через несколько недель. Ренат Абдулкаюмов, Айтуган Бахланов, Акмолинская область, Первый канал Евразия.